Здравствуйте! В эфире программа «Экстренный выезд» в студии Ильхам Нигматуллин. Сегодня мы расскажем вам о самых заметных происшествиях в Обнинске и ближайших городах за прошедшие 7 дней. День Победы. В семье гастарбайтеров праздник закончился кровопролитием. Дальний родственник считается, он словно считает. Ушел из жизни по собственному желанию. Застрелился в силу продолжительной депрессии. В Внукограде растет число самоубийств и новая история ДТП. Перебутала педаль, дала газу за место тормоза. Смотрите через несколько секунд только в нашей программе на телеканале Обнинск ТВ. И сейчас подробнее о том, чем запомнится уходящая неделя. Канун Дня Победы в Обнинске стал днем ДТП. Первое происшествие госавтоинспекторы зарегистрировали в 10 утра на 105-м километре трассы М-3. На перекрестке, поворачивающая на главную, газель задела ехавшую по прямой иномарку. Уже вечером список ДТП пополнился аварией на одном из самых оживленных перекрестков в Обнинске. На пересечении проспекта Маркса с улицей Гагарина метры асфальта не поделили две автоледи. Не менее обидный инцидент с участием дамы случился в этот вечер на улице Курчатова. В общем, девушка стала поворачивать и перебутала педаль. Дала газу за место тормоза. Впоследствии случайной ошибки едва ли можно назвать незначительными. Под удар дамской иномарки попал автомобиль, припаркованный у бордюра. Рено и Хонда. 8 мая в Обнинске произошли две аварии с участием автомобилей этих марок. Второй случай был зарегистрирован в 7 вечера на 103-м километре Киевского шоссе. Калужскую Хонду, затормозившую перед зеброй, протаранили москвичи на Рено. Жители столицы всегда куда-то спешат. Завершила этот день авария в районе предприятия «Технология». На 104-м километре Киевской трассы съезд с главной дороги в сторону самого производства не поделили двое водителей встречных автомобилей. Утро праздничной пятницы 9 мая в нашей телехронике началось с ДТП. Перекресток с круговым движением в районе Добринского поста МЧС стал непреодолимой прекрадой для двух автомобилистов. Уже днем еще один перекресток в самом центре Обнинска не дался еще двум автомобилистам. В День Победы статус участника ДТП получили еще три Обнинса, двое автомобилистов и один мотоциклист. Обидная авария произошла в одном из жилых дворов Наукограда. По предварительной версии, водитель Мазды решил завести машину с брелка. Иномарка стояла на скорости, поэтому от полученного сигнала пришла в движение. Сильнее всех от этого пострадал стоявший впереди Кавасаки вулкан. При ударе мотоцикл отбросило вперед на припаркованную рядом Иномарку. 9 мая. В праздничный день в Обнинске не обошлось без бытовых конфликтов. В одной из узбекских семей и вовсе произошла драка, в результате которой пострадал немолодой глава семейства. Дальний родственник считается, он слово насчитает. Так раненый мужчина отзывается о своем обидчике. Дальний родственник пошел с его сыном на шашлыки. Вернулся друг семейства один и без объяснения причин напал на хозяина жилища шампуром в руках. Первым ударом нападающий проткнул руку своей жертвы. Затем преступник взял на кухне нож и стал угрожать несчастным убийством. Обнинские полицейские успели задержать виновника происшествия. Пояснить свои действия нетрезвый уроженец Узбекистана отказался. Оба участника конфликта не смогли подтвердить законность своего пребывания в России. В настоящее время решается вопрос об их депортации. Вечером 9 мая в одном из обнинских магазинов был задержан мужчина, пытавшийся украсть товар. Незаметно вынести несколько кусков скумбрии. Из торгового зала мужчина попытался очень оригинальным способом. Он просто рассовал рыбу по карманам. Полицейские доставили молодого обнинца в участок. По всей видимости, для установления всех обстоятельств происшествия стражам порядка пришлось отвезти задержанного на медицинскую экспертизу. Мужчина подавал все признаки наркотического опьянения. Среди происшествий прошлой пятницы были и вовсе загадочные случаи. К примеру, вот эти двери, ведущие в торговый зал одного из городских магазинов, на утро оказались разбиты. По камерам наблюдения, полицейские установили, что виновниками инцидента стали двое молодых людей. Около 12 ночи они подошли ко входу в магазин, после чего один из парней разбил стекло ногой. По предварительной версии, залезать внутрь друзья не пытались. Сейчас ночных дебоширов разыскивают стражи порядка. Первый день рабочей недели начался с неприятностей для двух обнинских автомобилистов, не поделивших один из перекрестков. В самый час пик в понедельник в 9 утра они столкнулись на проспекте Ленина. По предварительной версии, причиной аварии стали действия водителя Митсубиши. Сам автомобилист утверждал, что выехал на главную дорогу на зеленый сигнал светофора. 13 мая. Этот день стал несчастливым для многих. В сводке пришествий он начинается с угона. В ночь на вторник в одном из обнинских гаражных обществ пропал автомобиль. Иномарка не была новой, но хозяин привел ее в очень презентабельный вид. Каково же было удивление молодого человека, когда стражи порядка показали ему обнаруженную собственность. Сгоревшая дотла эта ласточка уже никуда не поедет. Огорченный владелец подозревает, что таким способом ему отомстили. Кто и за что в ближайшее время должна выяснить полиция. Хроника происшествий минувшего вторника продолжилась аварией на Добринском посту МЧС. Две иномарки не смогли поделить одну полосу. Как пояснил водитель Рено, за секунду до удара он начал объезжать яму. Тем же утром в одном из обнинских банков была выявлена фальшивка. Очередная купюра номиналом в 5000 рублей не прошла процедуру проверки. Обесценившуюся банкноту изъяли сотрудники АБЭП. Ровно в полдень на Киевской трассе произошло ДТП, в котором пострадали два человека. На 95-м километре Киевского шоссе фура протаранила легковую иномарку, ехавшую впереди. В результате в больницу пришлось обратиться двум женщинам. В пять вечера в Обнинске самосвал столкнулся с легковушкой. Авария произошла перед пробкой, которая образовалась на подъезде к пешеходному переходу. Водитель самосвала, видимо, не рассчитал расстояние до препятствия и смело начал пересекать главную дорогу, приводя в негодность бампер легковушки. Авария в этот день случилась и на одном из дублеров проспекта Маркса. Автоледи, отъезжавшая от обочины, не пропустила автомобиль, ехавший рядом. Во вторник, 13 мая, в Обнинске произошел новый случай самоубийства. Житель одной из новостроек на улице Гагарина застрелился в квартире, дождавшись, пока родственники уйдут по делам. В доме мужчина хранил два охотничьих ружья. Одно из них теперь фигурирует в уголовном деле. 49-летний обнинец погиб от выстрела в висок. Родственники нашли присмертную записку главы семейства, в которой были два слова «надоело жить». По версии следствия, мужчина застрелился из зарегистрированного на него охотничьего оружия в силу продолжительной депрессии. По данному факту, следственным отделом по городу Обнинск проводится проверка. Во вторник в одном из обнинских супермаркетов произошел грабеж. Охранники заметили, как один из посетителей попытался пронести мимо кассы бутылку алкоголя. Обнаруженный воришка пустился на утек, но был пойман возле соседнего дома. Как выяснилось, в один и тот же вечер задержанный успел сделать два захода в магазин. В первый раз ему успешно удалось вынести из магазина неоплаченный коньяк. Буквально в нескольких метрах от места грабежа в этот же вечер сбили собаку. Маленькая хозяйка пса пыталась перевезти животное через дорогу. Однако водитель одного из проезжавших мимо автомобилей поздно заметил собаку на дороге. После столкновения машина скрылась с места происшествия. По некоторым данным, это был экипаж такси. Пострадавшие животные спасти не удалось. Любимец маленькой девочки не дождался помощи ветеринаров. Тем же вечером в Обнинске вновь произошло ДТП с участием пешехода. Женщина, переходившая проспект Ленина, попала под колеса иномарки, которую протаранил сзади идущий автомобиль. По всей видимости, пострадала дама не сильно, а по нашей информации она самостоятельно покинула приемное отделение городской больницы в тот же вечер. Аварийную хронику вторника дополнила и авария на проспекте Маркса, произошедшая в 10 вечера. Выезжавший из кольца МАЗ столкнулся с автомобилем, ехавшим параллельно с ним в левом ряду. От такой встречи легковую машину фактически закинуло на газон. Люди, находившиеся в салоне машины, не пострадали. Финальным происшествием 13 мая стало задержание вот этого любителя выпить. Мужчина, который предпочитает покрепче, не успокоился и в отделении полиции. Вот, вот моя попка, б**ть. Вот, вот моя попка, б**ть. Ночной дебошир чуть не подрался с другим задержанным, после чего переключился на сотрудников отдела внутренних дел. Из стен городского отдела полиции молодой человек вышел, когда пары алкоголя немного выветрились из его организма. Уже в мае в Обнинске начнутся работы по капитальному ремонту дорог. Муниципальные конкурсы выиграли компании из Москвы, Калуги, Нарофоминска и из нашего города. Ремонтники уже приступили к формированию рабочего графика, который станет известен после согласования с управлением ГИБДД. Уже опубликован план схемы территорий города, где цветными линиями выделены участки, подлежащие ремонту этим летом. К 1 июля Нарофоминские подрядчики согласно условиям контракта должны уложить асфальт на двух участках проспекта Ленина. От пересечения с улицы Победы до пересечения с улицы Цветкова. И от площади Преображения до второй проходной ФАИ. Обнинская компания выиграла торги на проведение работ по улице Курчатова и обязалась выполнить заказ к 20 июня. А москвичи в срок до 10 июля должны завершить ремонт дорог от шоссе М3 Украина до круговой развязки на въезде в город и от круга на северном выезде до Киевской автотрассы. При этом заменить ограждение безопасности, а также отреставрировать дорожное полотно путепровода над автодорогой Украина и путепровода над железнодорожными путями замены ограждения. Постоянный контроль качества в ходе проведения работ поручен специалистам Управления городского хозяйства. А в итоговые приемки будет участвовать общественная комиссия, в состав которой входят депутаты горсобрания, представители ТОСов и общественности. Сейчас уже идет подготовка дорог к проведению капитального ремонта. Сотрудники ГИБДД просят горожан отнестись с пониманием к временным трудностям и быть повнимательнее. Причем это относится к водителям и к пешеходам. «Хотелось бы предупредить водителей и пешеходов быть более внимательны на дороге, потому что искусственные дорожные неровности на пешеходных переходах на сегодняшний день демонтированы уже по проспекту Марса. В ближайшие дни будут демонтированы по улице Курчатова, по проспекту Ленина. До конца июня движение по вышеуказанным улицам будет затруднено, потому что проводится дорожная работа. На период фрезерования и укладки первого слоя будут вводиться временные ограничения частичного перекрытия правильной части, а когда будут вложить уже финишный слой, дорога, соответственно, будет перекрываться улицей целиком». Дорожники обещают предупреждать обвинцев через СМИ о тех участках, где будут делать ремонт и перекрывать движение. При этом все финишные работы предполагается проводить только в ночные часы. Сейчас мы уйдем на короткую рекламу, и вот что вы увидите сразу после нее. «Просто взял и выпрыгнул». Прыжок седьмого этажа для молодого обнинса закончился комой. «Безумный парень». За жизнь пострадавшего борются врачи. «Чижный шестой». Наркоманы учат полицейских работать. «Глобальный, несмотря». Еще одного потребителя тяжелых наркотиков задержали на днях обнинские полицейские. И последствия затяжных праздников. По версии экспертов, житель Наукограда скончался от передозировки спиртного. В своей квартире он пролежал пять дней. Реклама пройдет быстро. Оставайтесь с нами. Следующие дорожно-транспортные происшествия можно назвать уникальным. Или даже мистическим. Табличка, висящая на стене одного из корпусов обнинской городской больницы, вроде бы, понятно даже детям. Однако автомобили под окнами здесь все-таки ставят. Владелец одной из иномарок на днях поверил в то, что предупреждающим знаком лучше верить и не перечить. С высоты четвертого этажа на капот его Митсубиши прилетел огромный кусок стекла. Острое, как лезвие, стекло изрезало поверхность капота. Если бы на месте машины оказался человек, такой знак свыше привел бы к моментальной гибели. Руководство больницы в качестве извинения за эту случайность обещало оплатить автомобилисту ремонт машины. А в среду утром в соседнем Малорославце произошла очередная мотоавария. На перекрестке улиц Московской и Кутузова водитель автомобиля не пропустил мотоциклиста, двигавшегося по главной дороге. Пострадавший пилот был в шлеме, но без экипировки. Молодой человек уехал с места происшествия в машине скорой помощи. Диагноз ему будет поставлен после обследования. Предположительный виновник ДТП не пострадал. В 9 часов утра сообщение о дорожном происшествии поступило из Обнинска с улицы Московской. Поворачивавшая на улицу лесную Лада Калина столкнулась со встречной иномаркой. Через 10 минут ДТП случилось уже на Киевской трассе. По информации очевидцев, выезжавший на главную Volkswagen не пропустил КамАЗ, двигавшийся по прямой. И еще через 10 минут в 9.20 на Киевской трассе произошла новая авария с участием КамАЗа. В этом случае среди виновных, похоже, окажется водитель грузовика. По предварительной версии он не рассчитал радиус поворота, в результате чего тяжеловоз задел автомобиль, ехавший слева. Пешеходный переход на проспекте Маркса в минувшую среду вновь стал местом аварии. Остановившуюся перед зеброй Тойоту протаранил Опель, ехавшись сзади. К счастью, пешеходы успели перейти дорогу и не пострадали. Около полудня о краже заявила одна из посетительниц вот этой аптеки. Торговый представитель пришла сюда не за таблетками, а для того, чтобы помочь фармацевтам оформить заказ. Девушка покинула торговый зал и лишь после этого вспомнила, что оставила на прилавке дорогой планшет. Кто присвоил себе служебный компьютер потерпевшей, помогут выяснить видеокамеры, установленные в помещении аптеки. В минувшую среду на одной из улиц Обнинска погиб человек. По словам очевидцев, пешеход собирался перейти дорогу, но вдруг упал и потерял сознание. Отчего скончался 55-летний мужчина, должны установить медики. Вечер среды прошел беспокойно для жителей одного из домов, расположенных на улице Лишенко. Под окнами их квартир полицейские задерживали наркомана со странным именем. Потребитель тяжелых наркотиков явно не ожидал такого внимания к своей персоне. Мужчина не успел избавиться ни от двух использованных шприцов, ни от самого порошка смерти. Впрочем, виноватым задержанный себя не чувствовал и даже пытался научить полицейских правильно работать. Ребята, вы где занимаетесь? Почему? Глобально на нас смотреть. Ну ты же скажи, куда смотреть, мы посмотрим. Глобально на нас смотреть не сразу. На дорогах Наукограда вечер среды запомнился аварии на перекрестке проспекта Маркса с улицей Королева. Несоблюдение дистанции – частая ошибка, которую допускают водители. Около восьми вечера похожая авария произошла ближе к началу проспекта Маркса. Водитель легковой машины утверждал, что ДТП спровоцировал шофер маршрутки, слишком резко остановившийся на дороге. В ситуации разбирались сотрудники ГИБДД. Реанимации этот вечер закончился для одного из жильцов общежития на улице Горького. По словам очевидцев, мужчина с кем-то ругался, после чего предпринял отчаянный шаг. Один просто бездумный парень с восьмого этажа балкона, перелез через ограду балкона и пустился на седьмой этаж. Потом он просто взял и выпрыгнул из окон седьмого этажа. От удара о землю 21-летний молодой человек впал в кому. Медики определили у пострадавшего кровоизлияние в мозг и перелом позвоночника. Кто-то из соседей предположил, что роковой прыжок мог стать последствием ссоры пострадавшего с избранницей. Полицейские проверяют все версии случившегося. Около трех часов ночи в Обнинске произошла авария, в которой серьезно пострадал один из пассажиров. Местом происшествия стал один из поворотов дороги на улице Королева. Именно на этом участке дороги водителя зачастую серьезно превышают скорость. Видимо, это действие предпринял и водитель Тойоты. Иномарка в итоге не вписалась в поворот и через ограждение вылетела на встречную полосу, а затем и в кювет. Остановилась машина лишь после столкновения с деревом. За рулем Тойоты находился нетрезвый молодой человек, уже лишенный водительских прав. От его действия серьезно пострадал пассажир, сидевший на переднем сидении машины. Брат виновника аварии был доставлен в реанимацию. Одно из легких пострадавшего оказалось разорвано куском металла. За его жизнь сейчас борются врачи. И под утро сигнал о помощи получили обнинские пожарные. Во дворе дома на треугольной площади загорелся автомобиль. Судя по всему, одной из самых вероятных версий станет поджог. Обивка салона иномарки почти не пострадала. Семилетняя Toyota Land Cruiser была потушена, однако восстановению подлежит едва ли. 15 мая в полицию обратилась дворник, обслуживающий одну из обнинских многоэтажек. Женщина заявила о том, что один из жильцов этого дома давно не появляется на улице. Прибывшая на место следственная группа взломала дверь указанной квартиры, после чего худшие опасения соседей подтвердились. Хозяин жилища оказался мертв. По предварительным данным, причиной мучительной смерти немолодого мужчины стала передозировка спиртного. Впрочем, полицейские сейчас прорабатывают все версии случившегося. В пустой квартире тело мужчины пролежало не меньше пяти дней. 15 мая на дорогах Обнинска в этот день не обошлось без аварии. Около полудня на площади Преображения столкнулись два автомобиля. Водитель четверки не успел среагировать на маневры на марке, в результате чего Жигули протаранили Шевроле. Незоблюдение дистанции стало причиной и вечерней аварии на улице Курчатова. В этом случае тоже пострадали только автомобили. В минувший четверг обнинские полицейские получили сообщение о грабеже, произошедшем в доме, где никогда не утихает звон бокалов. Это женщина, жена хозяина квартиры. Она и стала причиной драки двух гостей. Один из мужчин защищал ее честь, а другой отстаивал свое мнение. В результате драки у одного из участников разборки пропал телефон. Аппарат в итоге нашелся, а вот дама, похоже, еще не успела отойти от шумной пьянки. Иди ты в баню с своей камерой. Полицейские успокоили роковую женщину и на всякий случай забрали с собой в участок. Ведь из-за такой красоты здесь могла начаться новая драка. С вами был Ильхам Нигматуллин и программа «Экстренный выезд». Берегите себя и не забывайте заходить на сайт телеканала. Видеоверсия этого и других проектов находится по адресу www.obinstv.ru. А самое интересное и шокирующее видео, снятое вами, вы можете присылать на нашу электронную почту. Спонсор нашей программы – охранное предприятие SGS Group. Увидимся в эфире. До встречи и всем хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова